День добрый. Мы сейчас в Академии Медицинно-регенерационного в Свободицах. И распространяем такой эдукационный темат, это действительно первое занятие на темат здоровья. Я говорю также, что человек очень мудрый и все, что мы здесь купим в склепах, маленькие даже какого-либо нажатия, имеют записи, что с этим делать. Разумеете, не? Фактически каждое нажатие имеет инструкцию обслуги, где мы можем увидеть, что то есть, с чего складывается, как обслугивать, что делать, как ремонтировать, в разе чего. На темат здоровья человека описано миллионы раз więcej, но фактически нет такой инструкции обслуги на каждый день, чтобы понять, что есть, для чего, как работает организм. И чтобы дать над собой, мы ходим в работу и не обратим внимание на то, что мы можем работать 24 часа, но никто из нас приходит с работы домой, ничего не делает на темат своего здоровья. Даже я вам покажу очень недобрую статистику, что умные работники, которые работают, имеют возможность задармо иметь забеги, которые мы тут делаем, иным пациентам, которые приезжают, платят дужу указу на то, чтобы выздороваться, но в праве никто не использовал эту возможность. В других местах хотели бы это использовать, там не дают, у нас есть возможность, и никто не бежит. Это шокуемая статистика, и я бы хотел начать здесь первое задание от того, что это есть человек, с чего он складывается, и что это есть здоровье, и какие проблемы в агуре есть. Есть очень много новых работ. В этом году фактически тысячи лет были сделаны на тематах здоровья, чтобы продолжить жить. И привыкли люди, и очень много людей, и президенты, и кроли, и все, что имели у себя лекарства, которые целый час искали, можно сказать, эликсир молодости, который мог бы продолжить жить. И до дня сегодняшнего этого еще не обнаружено, и позднее я поймем, для чего. Але каждый хотел бы фактически жить венцей, а не может зрозуметь, что мешает. Я споткал с великими такими науковыми опрацованиями, которые статистикой, можно сказать, сконт идут разные хворобы, и сконт мы тратим, где мы тратим здоровье, на каких, можно сказать, с яких причин. И одно мне очень понравилось, то опрацование, которое утверждает, что 67% фактически новотворов, альбо таких дужных хвороб, можно сказать, неулечальных хвороб, походят с поводу вирусов, бактерий, гжибов, пассажитов. То, как бы, каждый вот им ве, что, який вирус, бактерий, гжибы есть, альже на тыле шкодзять, что в 67% ситуации они на тыле шкодзять, или же есть такие тяжкие, можно поверить, проблемы. 11% з тих позасталых есть причинам тоже есть оба нас повече, вода, выживение. То, что нас отачает, то все, что мы уживаем и не можем вели уникнуть от того, что, ну, есть в мешканине вода, ну, то есть, разумеется, нет? Есть выживение, которое есть, ну, не все сделаешь, чтобы это можно было, чтобы выросло у кого-то в оградку, альбо в доме. Так же, мы живем в среднем нас, и наша среда виска на 11% может зашкодить нам. Так же, мы можем иметь большие проблемы. Настепных 11%, то есть, так же, иные особи могут иметь очень влияние на здоровье иных. Что то есть? Мы не вели узруть самоввагу, аль это есть такой недобрый, злосливый директор, который целый час кути со своим персоналом, и персонал то отбирая не очень хорошо и целый час денервуя. То жарты жартами, а так есть. То на учителе в школе, ну, при школе то есть проблем, кому подобает, кому не подобает, на учителе можно сказать. Соседи, с которыми целый час не могут поделить там что-то. Меньше дети. То наше отточение, можно сказать. То, что оба нас и сам человек участвует в том же, он может фактически поменять работу, а не поменяет. Ну, и целый час меншится, и целый час денервуя. А нервы сами ведутся, то не дают хорошо. И на степных 11% я лечу, то найгоршее, это яснее. Вы даже не ведете, что это есть. То же сам человек не хочет жить. Не молю, что среди вас есть такие, но часами приходят у людей мысли, что человек докучает что-то, и он перестает верить, перестает жить. Не ма будущего в праце, не ма будущего в жизни, не ма будущего с каханкой, с мужем, с женой. И человек тратит веру. Как не ма веры, не ма будущего, не ма цели в жизни, то человек по воле заникает. И в той ситуации, я говорю, то найгоршее. Жизнь с вирусом, с бактерией, там, с пассажитами, с водой, можно еще что-то сделать. А не можно часами человеку дать другу жену, когда первая смерть, которую он кахал венцей всего на свете. И то может допровадить человека до ружных таких ситуаций, когда человек по воле, по воле тратит веру, хочется жить. И тут марно может быть помощь. Так же, ежели мы забачим в целости, что есть наше здоровье, то фактически оно складается с дуже складником. И жить долго можно только в той ситуации, когда все эти причины, главные причины, их может быть тысячи, но главные причины, ежели мы бензин по воле усували, тогда есть возможность жить здоровыми, счастливыми и долго. По нашим отчутям и то, что мы сами отчуваем, свой стан здоровья, фактически то, что человек имеет, то, что мы видим, то есть фактически тело физическое. И мы очень хотим направить часами то тело, которое то болит, то докучает, то что не так. Есть проблемы, которые связаны с телом физическим. То, какие-то краны, изломания, станы запальные. Ну, вы разумеете, не есть. Вели этих проблем, которые связаны с телом физическим. А есть еще хворобы, связанные с правами такими духовными. Вели людей поделили, вагули, лекарства поделили целое тело на ковалки и лечить по специализации каждое свое. Так само есть и специалисты справ таких духовых, можно сказать, которые тоже делят душу, можно сказать, на частности. И различными методами выздоровеют не ты ли тело, а справы духовые. Один говорит, что надо лечить тело, другие лечить, что не можно лечить тело, пока не лечить с проблемами такими духовыми. Что есть правильная духовая? Вели таких нервицы, которые человек денервирует. То, фактически, то есть проблемы духовые, понимаете? Есть то, что он отчувает. То, что он денервирует. То, что, фактически, человек не может ни о чем ином мыслить, только о проблеме. Вели у здравителей есть, которые первое, что говорят, что «звальчай за своими страхами». Звальчай за своими проблемами такими духовыми. И «выбачь», «пшепрось». Но это надо сделать от сердца. И тогда уже начинаются иные жители, иные возможности. Потому что иногда человек целый час есть под впливом таких эмоций, когда кто-то сделал какую-то шкоду. Где физическую, где материальную. Понимаете? Где кто кого открад, где кто кому-то сделал. И человек целый час хочет альбо замстить, альбо денервирует, что он много тратил. Чего бы это отпустить? И так то уже минуло. То то уже нема вели до поведения. То нема ниц, чтобы это повручить. Разумеете, нет? Есть вещи, которые можно повручить. Можно ехать на самоходе и поехать с поворотом. Али не можно повручить этот процесс, когда самоход ударился и все. Но не можем повручить этот процесс с поворотом, чтобы тот самый самоход за пять минут стал такий, как был. Но чтобы его отдать направо альбо выменять. Али этот процесс не поврацальный. А иногда человек денервирует, не видя его тем же, то фактически только он тратит свое здоровье, нервы и хамует все процессы в организме. Как и мами вплив на то же человек, когда денервирует и когда он в агуле так... ма какой-то духовые проблемы. Есть на тыле тяжкие ситуации, когда человек стрессует и доходит до каких-то таких шизофрений. то доходит до того, что человек в целости тратит контроль над собой. Ну и на день сегодняшний то тоже надо о том память. Что в агуле с этим надо делать? Как дать о себе? Есть на тыле дуже герушных книжек, я на день сегодняшний, для чего я начал этот темат. Бо до меня приезжают пациенты, и как я спрашиваю, что они делали до того времени, пока они приехали до меня, мне аж страшно слушать о тех методах, которые человек использовал, чтобы уротовать себя. Лапает человек все, что есть в интернете, лапает все, что есть в каких-то книжках, но мыслите, что есть много дезинформации. Есть информация о том, что кто-то там что-то вылечил, какими такими бздурами, неведомо какими, но может он даже не хворовал. Вели хвороб есть, которые человек сам себе вымыслил или лекарь там что-то выкомбиновал. И он как бы что-то вылечил тем, что фактически есть ядом для других или методой забывной. Так же мне тяжело слушать то, что сейчас делается. Я хотел бы показать то, что я знаю. И хотел бы это показать обычным, простым словом, которое дойдет до каждого. Не жадными науковыми словами, а звыклими, простыми. Так же, если кто-то хочет выйти на наши программы, и мы будем по воле говорить о каких-то таких цикавых тематах, с которыми человек может сам себе порадить. И не доходить до того, чтобы уживать что-то шкодливое. Есть в жизни тиле ситуации, когда сам человек может себе помочь. Я дам такой пример. Очень просто, можно сказать. Я, когда шкодил своих ученей в честь, то шкодил, как, например, направить ставы, какая-то ситуация может быть. И стало так же, у одной кабеты выскочил став в ренце, который я шкодил. И она, так, мысли, я ему уже, она, ежели то долго чекать, альбо идти до лекаря, ну, бедусь прицинали, бедусь что-то робить, той уж бед запухненто. Ежели то сделать одразу, то фактично нема жадных проблем. Ну, выскочил став, ставляешь его на месте и конец. Я выскочил, выскочил тут став, и она, никого не было, то было в ночи. Ну, и она забачила, никого не было, чтобы это потянуть, хотя бы ей что-то ставить. Ну, то она сама взяла за плод ренку, зачимала другой и потягнула на себе. И вставила став. Поздней, в тот самый день, в ночи, она поехала до шпиталя, забачили, все в порядке, сказали, что ты дура, у тебя все на месте, что ты пришла. Она говорит, у меня встал, висел ренца, висела, не рушила, стал бы не на месте. А кто поставил? Ну, вот сама. Я, кто сама, чтобы поставила. Мы не умеем лекарство поставить на месте, а ты поставила сама. Понимаешь? ну, так же я, барзо, з зевеного гуля, житему не школять, даже тих самых хирургов, его школять, прицянать, вставять, тенстав, а никто не школить, чтобы это физически вставить, нормальный, як повинно быть, барзо простые методы, за пару секунд, можно сказать. то есть, я лечу, наиглавнейшее – жечь оттым же не зашкодь. Есть такое оповядание. Ежели, чематся тего, то вели мне тот, который, надейся, ктось пропонует, то нехай бы он на собе поспробовал, а пусть не пропоновал. И некоторые и лекарцы, и сами люди, которые пишут там о ружных жечах, ото и он здесь пресчитал, можливо то дяло. Разумеется, не? Можливо. Но так само, в моем доме, там, взрослались пациенты с новотворами, и, моець, надейся, на тыле, намовяюць на химиотерапию, и не только сами лекарцы, а родина цела, наседая на тыле, же, не мажите в дому. Разумеется, не? Ну, так, так и пресс, вы даже не понимаете, то не можно жить в дому, потому что у тебя есть и иди на то химиотерапию. Ну, я тогда даю вот такой пример. Видите, вот каждый из вас тут, может кто, кто видел, а может каждый, кто, кто, кто хочет увидеть, то я могу спокойно пойти у себя, в академии, на каждый забег, который вот мы то делали. С дужею хэнтю, разумеется, не? Я то все прешат, я то все сбадал на собе, на родине, на веле пациентах, и вем, что то делало, и то скотечно, разумеется, не? Я не могу поведеть, что для всех будет делать на 100% одинаково, и будет только на кожисть, разные ситуации бывают, разные долегливости, разные состояния здоровья, но я знаю, что я могу спокойно то взять, и я то делал. Нехай тем, кто намагает на химиотерапию, я говорю этим пациентам, возьму профилактичный для себя, и разумеется, ты где возьмешь? То как бы жарты, а жарты жартами. Человек намагает, а сам невец это есть. Если бы они отложили литературу и забачили на тен лек, который пропонуют, все скотки убочные, то страшно на то пачать. Но человеку не показывают веле. Могут же химиотерапию, он даже не вектура. Но, как раз отложил журнал, и там, как бы это пишет, четыре лета, там была химия, был два сантиметра гус в персе, ствердили же, что новотвор еще и злойсливый, и вытели этот новотвор, и через четыре лета она пишет, что это было, потому что ей дали 16 химиотерапии и 32 радиотерапии. И она пытается, что это за диагноз у нее был через четыре лета. И она даже не ведет, ей даже не дали помыслить, не дали информации, ничего, что это есть. Новотворы поведали. А какой новотвор? И что ей дали, какие леки? И что это было за химиотерапия? И она не имеет понятия. Вы можете представить, как была здоровая женщина, что она прожила такими химиотерапией и радиотерапией. Какая была здоровая. Но я никогда не уверен, что она теперь здорова. Что вы хотите, говорите, но я видел, что делали даже 1-2 химиотерапии, а не 16. Также я с хэнцю поделюсь с вами тем, что знам. И отложу вам свои таямницы. Уживайте на кожисть собе, родине, ежели это вам поможет. Я не могу поведеть, что всем поможет, так как тут помогает у нас, бо наша метода полегает на комплексовом делании, но даже, ежели человек что-то знает, как с этим прикладом ситуация выскочил встав и человек сам себе поразил. Разумеете, не? Можливо, стало бы инвалидом, ежели бы то притрвало часу, ежели бы она пошла до лекаря, и что бы они там оперовали, робили, неведомо о чем. и она за пять минут направила себя. Я хотел бы, чтобы при каждом таком курсе шкаленевом участвовали еще иные люди, и чтобы приезжали. И мы делали такую живую разговору и ответили на вопросы, на тот темат, на который у нас в тот самый день. Также на сегодняшний темат таки огульный, на темат огульного здоровья, что есть причинами, что может поводовать и в оголе, как складается человек в том смысле, что есть проблемы физичные и есть проблемы духовные. В праве каждый знает о том, что есть волосы, есть скора, есть кости, вантроба, нырки и много, много иного. Мало кто знает, как работают и как фактически ваша несвядомость используют фирмы фармацевтичные и другие, для того, чтобы вам всадить суплементы, леки и фактически залежить вас от того, что есть. я могу своим целям тем, кто будет слухом, доесть до этого этапа, чтобы те, кто использует много леков и суплементов и различных таких вещей, чтобы они все жили, как наши предки, ниц не уживали, ниц. Дуже людей до нас приезжают и целый час, дай мне чтобы я там пил хорбатку целый час, дай мне что, чтобы я там вы разумеете меня, и люди такие злые на мне, что я им не дал, если тебе не подчеркно. Вас запрограммовали, чтобы вы жили и уживали что, нормально ешьте. Каждый лек может быть ядом, а выживение может быть леком. Зрубьте свой требжите так, чтобы вы были здоровыми, не лечивши себе, а нормально выживавши, нормально живши, быть спокойным, и живите нормальным. Это они какие. не конечно, выживание много дает, но как выживаются вирусы, бактерии, грибы, пассажиры, пассажиры. Но то для того я молю, что надо выздоровить себя и дойти до этого, когда выживание будет выстарчиваем, чтобы человек был здоров. во всех организме, каждый продукт, который не останется. много науковцев есть, которые отвердят, с каждым, десятком лет, человек тратит добрых с 10% возможности вхланировать в себе элементы, которые нужны для организма. Человек может есть и все, и доброе, а то не вхланируется. То что мы делаем, например, у себя, это возможно увеличить работу организма так, чтобы он вхланировал. Что главным для того, чтобы человек вхланировал в себя, то, что мы все едим, такой орган, который претворяет. Если направить в первые коленности в антробу, то есть возможность уменьшить каждые 10 лет вхланировать не человек, а начать нормально функционировать. Это главная метода, которую мы фактически используем. методу очищения, можно поведеть. Хотя каждый метод, которые я бы назвал главными, они делают на свой орган, каждый работ и позже мы будем говорить о таких вещах, которые помогают функционировать. Давайте веселее, поговорим о том, о чем сказать вам. процент очищения одна умжет, а другая поделится на две, то коэффициент тогда единка, и человек нормально функционирует. С часом этот коэффициент уменьшается, и венция комурок умирая, как множится. И выходит, чтобы урыхомить процесс такой регенерации, чтобы то, фактически, комурок венций в этот час множилось, чтобы пополнить брак комурок. Разумеется, нет? И в процесс регенерации, фактически, поседая над тем, что есть большая проблема, какая-то инфекция, где какие выпадки, где какие-то станы запальные, то есть ликвидовали, и организм не працует так, как чем бы. И тогда урыхомляется мощный процесс регенерации, который направляется. И то идёт с неприемными жизнями, с такими станами запальными, знову, о которых люди говорят на день десейший. Они говорят, что это хвороба, а на самой справе это процесс направления организма. Что есть, например, стан запальный плуц? Запаление плуц? Запаление плуц я лечу уже это процесс регенерации плуц. Сама хвороба то не стан запальный. Сама хвороба то инфекция, которая трафила, которая фактично ушкодила комурки плуц. То проблем. А когда есть стан запальный, когда человек лежит в лужке, и у него температура, там, тиснение, и теньшко отдыхает, и теньшко приносит этот процесс, то процесс аккуратно направлен. То фактично процесс, над которым мы теперь працуем, и которые процессы мы урыхомляем это. Мы у себя в Академии не улагоднями и не уменьшаем, какекольвик процессы станут запальными, а мы обратно поводуем. Мы вываливаем этот процесс запальный, чтобы вылечить организм. Если организм с пенечки и он ниц не робит, то нам надо его побудить, очистить, урыхомить. И так вы повинны подходить целый час до жития. Так же, если есть температура, если есть тиснение, если есть какий-кольвик катар, там, и неприемные жечи, и бегунки, ну, только тештесь от этого. А вы все, что вы делаете с этим? Вальчите. Вальчите. Вы вальчите сами со своим здоровьем. Вы сами забияете этот процесс, который вы должны урыхомить, а вы его... Он нас учил, она скажет, он нас учил, есть какой-то стан запалный, потому что мы его сделаем. Срабатывайте, чтобы его выдачить, чтобы его замасковать, чтобы его не было видно. Потому что наша медицина классическая. Ну, и они делают так, что вы хотите. Вы хотите, и они это делают. Понимаете? Вы хотите за один день, как захворили, идти в работу. Вы хотите быть, как бы чувствовать себя здоровым и целый час. Али нема шансов уздровиться и ужить методы, которые хамуют те процессы. Вы захамывали, али вы не уздровились, вы погоршили свой стан здоровья. И то, что вы недалечили, то еще бэнде килька разы, великоротно, сам организм бэнде пановне урухомлял. Для того, человек ма сталые проблемы, бо он недалечил. И че организм бэнде незалежно от вас еще далее и далее. Ну, это хроничные такие вещи, которые медицина бэнде лечить до конца жизни. Ну, целый час лечить, бо это такая ситуация. Алицентр не может написать на «звыкло лечить». Причишь, «звыкло медицина» на вас задание «зликвидовать обявы». Ну, так. На день дейсей. То есть лечение, то есть ликвидование обявов. По то, чтобы пациент хвилобо лекарь почувствовал, выходит, есть теоретически задоволон. А то, что за какой-то час то вручит. То есть только интерес для лекарства. Пациент вручит. Что интересно, во всех на день дейсейсих книжках, энциклопедиях так и написано, что медицина на день дейсейси по каждой хворобе не занимается в уголе причинами. То, 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 то такая цикавая вещь. Втеды есть питание, для чего вы, что делаете? Валчить только с обявами, и сами ведаете, то валка в пустое. И на них не дает. То только... А не? То есть, в воронках домовых можно очищать бантровые? Спокойно. Да? Ну. Как ты делаешь? Папа не робила очищение? У нас? Нет. Не робила. То, наверное, не есть прежде всего, а не тут, а потом выходит без проблем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Справа в том, что я делаю очищение, и все, кто тут есть, даже кто были на забегах у нас, они тоже делали, как бы в доме. То лечиться только у нас, а на самой справе они делали сам с собой. Мы только дали им перепис, как это сделать. Ну, единственное, что очень важно, то поднимали их пред очищением, поднимали их по очищению их организм, вытруем там рабака, уже бы они не пришедали, с вирусами, с бактериями, с грибами, там, трошечки повальчим. И каждый то видит рожницу. Але спокойно можно рабить очищение, я говорю даже, не только можно, а муси. Меня так много людей пытает, а я так часами жертвую, кто пытает, можно, я говорю, не, не можно, мусишь. Так и тут, вы мусите это робить, и на и другие не существует. Я дал информацию, у меня на десе есть тот перепис, который каждый тут достает, он есть на строне www.medicinaledowa.com там есть наши методы, там на нашей методе есть припис на очищение. Так же, если кто хочет, там так в дробиазках описано, что я не знаю, что кто там не понимает. То есть, если нас тут начинает в тракте терапии, то мы должны себя с этим цесить. Так. я не повин, что это в жизни так целый час есть. Есть процессы, которые медицина целый час на все сейчас использует, альбо антибиотики, антибиотики, альбо химиотерапия. Ну, еще часами там создают. Стериды химиотерапия. Ну, вытянутся, ведома справа. Так же есть станы запальные, которые связаны с тем же организмом вальчика. То есть, это не мога, он вальчит. Али треба ему часами помощь. Ну, если он вальчит, а не вытрули рабаков, он не может свальчить за животными, то треба что-то сделать. И он не может свальчить часами с вирусами, с бактериями, которых много, то тебе тоже. Помощь. Как помощь? Ну, как в наших условиях, хотя бы с земной водой. Есть простые методы, которые додатково это организм уже делает. И это уже видят иным руководителям. Есть станы запальные, которые часами могут и шкодить, ему не может организм выйти из этого дуга. Он сделается таким сталым станом запаленым. Но я же укоренковать с поводу тех ведей, которые по воле бы вам показывали. Можно спокойно жить и не мыслить, не мертвыть о том, что что-то докучает и конец свято. Мне было много пациентов, которые хотели даже покончить жизнь с поводу того, что они не имели будущего в лечении хвороб. Хотя как бы эти хворобы были не вели такие теньшки, а докучливые. Например, мать, ни один лек не делая. Даже как делая, то один поделая, две не делая. Разумеется, у меня целый час под этими леками, под этими депрессантами. Так же я не издевенный же так есть, бо вели вели проблем у организме таких яснея, которые человек часами не может сам себе порадить с поводу браковедей. на улечении души, духа, депрессии, это лучшая метода, это пребачение. Ну, не повем, что это пребачение, но выбачить, попросить, то нема иной дороги, можно повезти. И до всесколько подходит спокойно, депрессия, нервицы ружные, шизофрения даже, то такие, как бы, я бы, не то хвороба, то не то не хвороба, то хвороба, я лечил, то есть такие связанные со станом физичным, а то есть проблем таки духовый, то сам человек себе фактически накрыцает на то, разумеете, не? Сам. Ну, часами додают лекарства, часами соседей, часами меньше, или ктось, но разные ситуации, есть разные причины, разные все, но фактически тут леки не делают, делают только в той ситуации, когда человека хотели сделать так, чтобы он в агуле ничего не разумел, не есть все ликвидовать, так ему поведяли, что ничего подобного еще не видели, ничего подобного, как та автосугестия, которую я вам прикладаю, ничего не видели, либо не использовала, не использовала, которые у вас есть под рентой. Что еще? Пытание? Я читала, что соль, сукер, милд, не здоровый. Я вам скажу, на таком уровне все говорить о том, что для меня это шок. Вели науковцев, вели лекарей вежит в то. И говорят своим пациентам, знакомым, и сами то самое делают. А то дорога в одну страну. Сукер – это жище, милд – это тоже. Первое, когда человек трофея до шпиталя. Первое, если станет тяжкий, сразу дают краплювки. Первое – то вода физиологичная с солью. Другое – то глюкоза, то цукер. Человек, как ниць не может, можно сказать, рушать, то его ратует тем, что умует – это яд. Не можно ядом ратовать людей. Что в этом есть, понимаете, нет? Я повин, что та информация, я лечу, что это дезинформация. От едного пошла, а дурные далей идут слепо за азатым, что при новотворах первая жечь, которая написана в шэнде, что невольно цукер, бо новотвор жиет цукром. Но человек жиет цукром. Если хотите забить новотвор, не евши цукер, альбо слодычи, альбо вагули, продукты, которые они мают цукра, ну вы забейте себе в чесней, бо вы складаетесь из таких самых камурок, которые ест и новотворовыми, и ненавотворовыми, и все органы, и все нажонды мают камурки, которые жиют цукром. А соль – то главный складник крви. Но без этого нема шанса. Также есть много проблем, например, с натиснением. Люди не уживаются, бо лекарств говорят, что не можно. Есть отылость. А я лечу то главный проблем, что они не едят цукер. Не знаю, у меня все отвратно. Как я писал артикулы и говорил на других вылядах, главным, можно сказать, открытием моим, есть тоже вшистки пшетти усказанье до хвороб на день десейш. То есть методы лечниче от этих хвороб. Ежели забачите, что не можно, спокойно то уживайте. Приклад вы видите сами. Вы видите, приходят до нас пациенты с завалами, с вылевами, с проблемами и психичными, и физичными, и новотворными. И мы вшистки в сауну. Ежели б лекарь забачил пациента по завалу, с проблемами с сердцем в сауне, то завал бы одразу был. У лекаря. У лекаря. Бо он в целой жице вским говорит, что это невольно. Сто процент, ну что вы. Тоже не жарти. А у нас все. Тут у меня есть пациент. Поверьте. Кому стало в агуре зле в сауне? Вы помните, нет? Я поверю не так. Мина даже за гробом ходит до сауны. А то все спектно чует. Поверьте. Кому стало зле в сауне? Вот вы хотя бы помните, нет? Вот працовники. Нет? Кто в сауне? Ну вот без сауны было, так, нет? Не в сауне. А здесь так, ну, само по себе могло быть. Но не в сауне, нет? Ну, конечно, не в сауне. Ну... В сауне все легко заканчивать с головой и т.е. А ты знаешь, что подходит? Бо все, что мы делаем, есть сгоднее с технологией, можно сказать. Если есть по сауне зимных пресниц, то ниц не может стать теоретично зле. Видите? А сауна сама по себе. Может и зле? Я понял. Может и зле. Али беззимные воды зле. Так же, ежели лекарь говорит, что не можно в сауну входит, то слухайте, и он говорит правду. Он не говорит же по сауне, ежели хотите ходить, то чтеба уживать зимный пресниск? Альбо натираю нишников, альбо натирание нишних... Так же, направда я лечу веле вс대�ные метод, ті, которые описаны и что чтодны, есть скарб И то опракование видочное, науковое, когда люди, чтобы продать свои леки, чтобы продать что-то, чтобы другие методы не лечили и не помогали, то все дали противовесказание. То есть еще один из других вещей. У нас много людей, чтобы не было удобнее взять таблетку. То так. Тебе нужно посвятить целый день. Да. Два дня. Да. Это для некоторых очень много посвятения. Но они только не могут понять, что принимают таблетку, но они только осуществляют. Да. Да. Ну и что еще? Какие вопросы на этот темат? Александр, на темат «счепи» для детей? Ну, это тяжелый темат. Даже для меня. Я говорю так, что, правда, «счепионки» урятовали многим людям жизнь. Это правда. Али есть там одна засада, которая была от самого начала описана, что при станах запальных, при слабытком системе монологичном уживать того не можно. И теперь скажите мне, кто перед уживанием щепионок, поданием щепионки, кто кого запытал? Никто никого не пытает. Есть план, и всем вкладывают то. Также тут есть… Присаживают. Ну и, по-друге, есть термены важности, есть якость. Но с этим тоже есть проблем. Часами якость щепионки… Вы даже не знаете, как это делало. Я не буду здесь говорить, как это делало. Это очень большой темат. Али щепионка – это очень интересная вещь, которая не работает физически. Она работает, можно сказать, меньше энергетически. Она работает на системологический, не как химический склад. Она дает программу. И этот программ должен работать в калейности, в борьбе с этой инфекцией, которую разом с этой щепионкой дают. Это очень интересный темат. И как это работает. Как важно делать? Темат вантровый пойдет будет, будет, будет… Познрий. Ну, я говорю так, если бы получить то, что мы делаем, например, за шпиталем, то можно было по ваголе вели цофнуть. В наших воронках не вели мы можем, можем было. Например, есть тенщики стан, которому человеку выдело реанимации, разумеется. И тут я не могу таких возможностей, у меня не могу выдело реанимации, чтобы цофнуть тенщики стану. Теоретично есть дуже можливо, но, я ж говорю так, есть вели тенщики стану, с которых не можно вытернуть. Наигорше же есть люди, есть люди, которых не можно вылечить. Есть вели хвороб, которых можно вылечить, а есть люди, которых не можно вылечить. Будем того нехти. В тим есть проблем. Дуже невежонцых, кто-то человек может вылечиться сам. Вы тут мыслите, вот им же мы вас лечим тут. Нет. Никто вас тут не лечит. Вы сами себе лечите. Тут только назва – лечение. А на самоисправе – это само лечение. Мы урахомляем и процессы, а у вас в сродку, у каждого фабрика, которая направляет ваше здоровье. И ежели дать ворунки, отповедные, яке я в честь не мою, то можно вели справить, вели званчить с теми проблемами, которые бывают у вас. Так. Ну, надейся день кое. Запрошаем это на стендных оттенков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok